У нас клиенты, конечно, не драконы смог, но бывают разные. Сегодня поговорим о проектировании хранилищ как таковых и про кэши. Причем, если я же проектирование хранилищ, то, в принципе, при том, что когда вы проектируете хранилищ для обыкновенной системы, вы уже знаете, что вы там будете использовать, какое программное обеспечение. И в большинстве случаев это программное обеспечение идет у вас из коробки. То есть это on-premise решения, которое вы разворачиваете. И в некоторых случаях большого выбора, например, в Microsoft-системах, у вас нет. То есть вы можете использовать для хранилища данных Microsoft скейт-сервер и дальше на нем это все строить, проектировать. Конечно, если у вас есть огромные системы, то здесь вы можете уже выйти на другой уровень и обратиться к Microsoft и попросить его о Microsoft Parallel Data Warehouse. Но дешевле перейти в облако, чем просить это у Microsoft. Итак, немного о себе. Я senior software developer в компании Elix, занимаюсь в основном business intelligence проектами, интеграционными проектами, все, что связано с данными в облаках, на земле, под землей и так далее. То есть под землей это не связано с сантехникой. Также является одним из пас-чаптер-лидеров Украины, является одним из организаторов SQC 3D и является обладателем статуса MIPI Data Platform. Это периодически выдает Microsoft тем, кто часто выступает, рассказывает, является профессионалом в области данных. Ну, в моем случае Data Platform есть и я, есть еще много-много-много. У нас всего 17 человек. Итак, поговорим про Data Warehouse. Первое, о чем вообще будем разговаривать, это о концепте. Смотрите, на данный момент у нас есть два концепта, которые можно использовать для архитектуры. Первый концепт – это обыкновенное построение, обыкновенное хранилище данных. В это обыкновенное хранилище данных у нас входит с вами само хранилище и его окружение. То есть окружение, которое наполняет это хранилище и визуализирует данные, лежащие в нем. Скажите, пожалуйста, кто из вас здесь сидящих работает с хранилищами данных? Отлично. А кто готовит требования и общается с клиентом для создания хранилищ данных? Окей. Так вот, когда строится хранилище данных, то мы можем использовать несколько подходов. Первый подход является – это подход Кимбала, а второй подход – Инмана. Я не буду спускаться до самого уровня описания Кимбала и Инмана, чем они отличаются, чем они нужны и как они нужны. Потому что это построение классических хранилищ данных и вы можете всегда найти в интернете, можете купить книгу по построению хранилищ данных. Инмана не уверен, что вы купите, а у Кимбала очень большое количество книг, которые связаны с построением хранилищ данных и вплоть до того, что вы можете его к себе пригласить и попросить, чтобы он вам прочитал этот курс. Конечно, это будет стоить много денег, но, в принципе, это возможно. Итак, когда это у нас классический подход, у нас есть с вами хранилище данных, в этой хранилище данных есть витрины. Витрины – это часть хранилища, которая объединена определенной сущностью. То есть, например, здесь хранятся у нас витрины финансовые, там, соответственно, хранятся информации сугубо по финансам. Здесь у нас витрина, например, маркетологов, там данные по маркетингу и так далее. Вот это, то есть могут быть в хранилищах витрины, а могут же и не быть. Может быть полноценное большое корпоративное хранилище, в котором нет разделения по витринам. Дальше, когда мы сделали, спроектировали хранилище данных, перед этим мы, конечно же, поговорили с клиентом, узнали, что ему надо, какие ему нужны данные вытащить, какие источники данных, как эти источники данных будут обновляться, когда они будут обновляться. На постоянной основе – это external, internal data source. Все это мы выяснили, создали вот такую вот спецификацию, и после этого мы начинаем проектировать хранилище. Как я уже говорил, используя различные подходы. Перед проектированием, когда мы спроектировали хранилище, нам необходимо дальше, мы должны понимать, что в это хранилище надо наполнить. Для этого мы используем ETL-инструмент. ETL-инструмент – это Extract Transformation Load. То есть это инструмент, который позволяет загрузить данные из различных источников. И эти данные трансформировать и привести к той структуре, которая у нас хранится в хранилище. То есть в этой части, если смотреть, то Extract Transformation Loading – это вот наша вот эта шестеренка. А это наши источники данных. После того, как мы данные загрузили, хранилищем уже можно пользоваться. Его могут использовать power-юзеры, которые знают транзакты SQL, Oracle, PL, SQL. Те, которые знают язык, на котором реализовано было… Которые поддерживают программное обеспечение. После того, как вы… Но! Для обыкновенных юзеров, то есть для тех же SEO, для тех же power-менеджеров, смысла нет вообще никакого использовать транзакты SQL, либо там PL, или они его не знают. Им это… Если я приду, скажу директору, напиши запрос и вытащи данные из таблички такой-то, у меня директор пошлет далеко и подальше. Поэтому мне необходимо предоставить инструмент, который позволит визуализировать эти данные. Чтобы директор зашел и посмотрел, ага, вот мои данные, вот они… Вот они и диаграммки, вот оно все красиво и чудесно, соответственно, я это буду использовать. И дальше у меня над хранилищем идут системы визуализации. Это может быть Power BI, либо Tableo, либо еще что-то. И могут появиться такие вещи, как Allap-системы. Allap-системы – это то, что позволяет вам агрегировать из хранилища данных и позволяет строить ваши отчеты за несколько секунд. То есть обрабатывать большое количество данных, агрегированных, и получать ответ на свои вопросы фактически… Ну, по требованиям за несколько секунд иногда бывает… Некоторые отчеты строятся минуту, два, три. Но Allap-системы должны выдерживать это. Что это значит в плане пользователя? Пользователь не знает, что такое Allap-система, он не видит, что там. Пользователь открывает… В крайнем случае он открывает Excel, он открывает сводную табличку и начинает выстраивать отчет так, как ему необходимо. И тогда, когда он выстроит отчет, в режиме реал-тайма эти запросы идут к Allap-кубу и выдают информацию сразу же пользователю о том, что происходит с цифрами. Например, пользователю необходима информация о том, что я хочу узнать прибыль за 2019 год по такому-то клиенту. Для этого пользователь берет сводную таблицу, вытаскивает измерение клиента, измерение время и показатель прибыли. И в течение нескольких секунд он получает ответ по данному клиенту. Это стандартный подход. Он применил как к on-premise решения, так и к Azure. Но эти решения часто связаны с on-premise. Почему с on-premise? Потому что наши пользователи очень любят, во-первых, чтобы особенно в Украине, чтобы это все было под боком. В некоторых случаях это связано с законодательством, потому что, например, наши банки не имеют права хранить информацию в облаках и не имеют права хранить информацию где-то за территорией Украины. Поэтому они используют данные подходы. Но компании, которые хотят идти дальше и которые хотят понимать, что происходит вокруг, анализируют информацию в режиме реал-тайма, анализируют информацию, связанную с ее дискустройством, анализируют информацию из твиттера, фейсбука и так далее. Их не устраивает этот концепт. Почему он не устраивает? Потому что в основном в данном концепте мы используем нормализированные данные. Эти данные уже фактически это цифры, они в определенном формате. И если вдруг придет новый формат сюда данных, то нам придется либо дорабатывать наш ETL-процесс и соответственно изменять структуру хранилища данных, либо нам придется делать новый процесс ETL-процесс, который будет работать сугубо с этим форматом. В конце концов вы получаете вот такой вот набор ваших джобов, который непонятно что делает. И если у вас нет документации, а в 90% случаев документации нету, то через некоторое время вы начинаете не понимать, что там происходит. а если вы еще пришли на работу и уже готовая система, то соответственно вы уже ничего не понимаете и вам приходится каждый раз ковыряться в этом ETL-процессе. И еще у нас появился новый, как говорят в биологии, вид людей, которые работают с данными. Это дата сандисты. Вот. Просто у нас на нашей работе у нас есть своя шутка про наших дата сандистов и поэтому периодически когда я закажу по своим дата сандистов, я им говорю «ребята, вот, поэтому периодически проскакивают на конференциях, любя их так называть». На самом деле они все хорошие. Так вот, им этого подхода не хватает. Почему не хватает им этого подхода? Потому что им нужны raw данные. Данные, из которых мы вытешли, данные, которые не обработаны, данные, которые можно анализировать. И в этом случае у нас появляется Modern Data Warehouse. И в данном случае Modern Data Warehouse расширяется тем, что у нас появляются новые виды area, у нас появляется понятие дата хаба и сам Data Warehouse отодвигается куда-то туда в ту сторону. Итак, данный подход, данный вид очень хорошо реализуется именно в облаке. Его рекомендуют использовать для построения именно в облаке. Почему? Ну, во-первых, потому что у вас есть такая вещь, как данный area. здесь вы будете хранить свои роутапы, снэпшоты, какие-то temporary решения, какой-то, не знаю, там, фотографии, еще что-то, которое необходимо. В некоторых случаях Landing Area может содержать более двух, трех, а то и четырех терабайтов данных не обработанных. Каким образом это реализовать на земле? В принципе, можно, используя большое количество дисков, реализовывая, там, у нас уже есть терабайт, еще какие-то там. Но, когда вы будете работать с Landing Area, а в основном дата-сантисты будут работать с этим, потому что они будут подключаться к нему, анализировать эти все ваши файлы, иногда в некоторых случаях стримить туда видео, еще что-то, то ваша система должна быть, во-первых, без проблем она должна увеличивать размер. То есть, вы не должны задумываться о том, что у вас заканчивается место. И вы не должны смотреть на альфты, что у вас место закончилось, вы держите диск, напокупаете, либо в крайнем случае не покупаете, он у вас есть, вставляете, чтобы у вас увеличился объем. Вам нужна такая система, вам нужен такой программный продукт, который будет автоматически это делать. На земле такое реализовать очень тяжело. На самом деле, как бы можно, используя, я не знаю как насчет IBM, я не знаю как Oracle, но у Microsoft есть возможность организовать облако внутри офиса. То есть, используя программное обеспечение Microsoft вы можете сделать корпоративное облако внутри, но оно зависит от компьютеров, которые находятся там и от серверов, которые находятся там. То есть, соответственно, она не расширяется. Так, если говорить про эту часть, то только облако Azure AWS не имеет значения, что здесь будет позволить, может дать вам такую возможность. Одним из таких продуктов у Microsoft называется Azure Data Lake Azure Data Lake Generation 1 и Generation 2. И данные вещи не зависят от того, какое количество данных вы туда закинете, не зависят от того, что вы там будете стримить туда, еще что-то. Оно всегда будет на плаву, оно будет выиспользовать всегда в вашей политике безопасности и вы не будете думать о объеме данных. Ну, при условии, если вы не даете до 450 терабайт. Когда у вас будет больше 450 терабайт, вам необходимо делать запрос Microsoft, для того, чтобы они увеличивали для вас квоту. Вот. Значит, у нас есть с вами здесь Plending Harry, а дальше это хорошо для Data Scientist. Но, я бы хотел эти данные хранить у себя в хранилище, и чтобы я им мог бы пользоваться нормально. И здесь у меня появляется такая вещь, как Data Hub, которая будет содержать уже Data Warehouse, Data Mart, Data Extract и так далее. В этом Data Hub у нас уже очищены, форматированные, трансформированные данные. И в этом Data Hub у нас появляется такая вещь, как MDM, Master Data Management. Кто знает, что такое Master Data Management? Окей. А вы используете то себе на работе? Да. Вот. Так вот, Master Data Management – это система, которая фактически содержит информацию о всех справочниках вашего предприятия. И она содержит эту информацию с определенной политикой. То есть, она проверяет, корректно ли введена информация в справочниках. Она проверяет, не была ли допущена ошибка в названии. Ложится ли она в систему, которая у вас уже есть. То есть, если у вас, допустим, есть справочник географии, который связан сугубо с вашей фирмой. И вы начинаете вводить там, я не знаю, ну, например, если вы вводите, кто-нибудь пришел в вещи, там, в какой-нибудь новый город, да? Например, город Львов. У вас эта информация уже есть в этом справочниках. Тогда Master Data Management проверяет, говорит, эта информация есть. Я, говорит, не буду ее вставлять, пойди проверь, если тебе не будет что-то дополнить, дополняй там. Когда пользователь пытается ввести информацию, например, которая уже есть, но неправильная. То есть, например, у нас есть город Днепр, да? Пользователь вводит Днепропетровск. Система анализирует это слово и говорит, так, по-моему, это очень похоже на Днепр. Ты уверен, что это отдельная, что это новая единица? Если вы говорите да, то, соответственно, вы несете ответственность за то, что вы ввели. Потому что вся информация, кто это добавил, кто это изменил и кто это поставил, будет сохраняться в Master Data Management. И так с каждым справочником. И самое главное, что благодаря MDM все ваши предприятия, все ваша корпорация, особенно если это большая корпорация, используют одни унифицированные справочники, которые позволяют вам фактически сбежать хаоса. То есть, когда вы строите отчет, то у вас не будет, что у вас будет там два Днепропетровска, два Львова, либо еще что-нибудь. И у вас не будет такой ситуации, хотя может и быть. То есть, ситуация, которая связана с тем, что девушка вышла замуж, Master Data Management еще решать пока не может. Имеется в виду посменной фамилии. То есть, она не может предположить, что она была в начале Иванова, а потом стала, например, Петрова. Поэтому здесь за сотрудниками следить придется вам. И когда мы в Master Data Management, он сохранится у нас сугубо в отдельной системе. Эта отдельная система закачивает свои данные в Data Hub. А здесь уже у нас в Data Hub организуется Data Warehouse, который содержит нормализированную информацию, либо денормализированную, кому как хочется. Эта информация уже используется нашими юзерами, которые являются SEO, там еще кто-то. То есть, это обыкновенные аналитики, которым необходима информация в виде различных диаграмм, различных вещей. Дальше у нас есть еще Power User. Эти Power User работают с нашим Data Warehouse. Они, в принципе, работают с Data Hub. И этот Power User, они отвечают за визуализацию, они отвечают за введение дата-каталога, они отвечают за создание различных отчетов, и вплоть до того, что могут отвечать за Data Marketing. Им необходим доступ в Data Warehouse, то, в принципе, им необходим доступ везде. То есть, они пишут свои запросы. Новый вид, который не людей, а фактически Operation Application, то есть, мы можем продавать наши данные. Если наше хранилище сохраняет какую-то информацию, например, мы являемся станцией погоды, храним информацию о погоде и сохраняем его хранилище. Мы можем сделать веб-сервис, и используя API, пользователи могут коннектиться, точнее, какие-то приложения могут коннектиться к нам и получать информацию от нас. То есть, таким образом мы можем продавать наши данные и зарабатывать на них. И, как я уже говорил, в конце концов у нас появились вот эти вот люди. Data Science. Они часто любят, чтобы у них была своя песочница. Потому что все, что касается их данных, они их любят ломать. И, соответственно, чтобы эти данные восстановить, для них необходима своя песочница, из которой, где источников данных, для них песочница будет наше хранилище, наша Landed Korea, area, которую они берут к себе и что хотят с ними делать. Здесь могут находиться такие вещи, как их модели. Модели предсказания, модели еще там чего-то. Когда уже Data Science юзер ее сделал, Data Science разработчик с модель, он проверил ее, протестировал, видит, что прогнозы работают. Все чудесно и прекрасно. Он берет и операционализирует эту модель и переносит ее из Data Science в Box. Можно перенести в Data Warehouse, либо в Data Mart, где будет хранить результаты этой модели, которой уже будет пользоваться вся наша корпорация, либо кто-то еще. То есть, фактически это уже будет доступно публично для людей. То есть, если вы используете облако, и вы хотите использовать облако, вне зависимости от того, какой облако, Azure, IBM, Cloud, AWS, то на данный момент мы имеем следующий подход. Modern Data Warehouse, у нас есть Landed Korea, Data Hub, и внутри Data Hub у нас уже находятся различные вещи, которые необходимы для наших юзеров. Также у нас уже увеличилось количество юзеров и количество людей, которые будут обслуживать данный подход. То есть, у нас появились Big Data инженеры, у нас появились, точнее остались Traditional Data инженеры и IT BI специалисты. И, конечно же, появились Data Science Sandbox. В этой схеме есть один такой нюанс, про который я не сказал. Data-каталог. Что такое Data-каталог? Кто-нибудь ведет у себя Data-каталог? Это структура, которая содержит описание вот этого всего. Метаданные. Да, метаданные. То есть, вот я захожу в этот Data-каталог, мне необходима информация о какой-то табличке. Я просто хочу, я говорю, мне нужны урожаи там за какой-то год. Ввожу это название, и фактически Data-каталог должен найти информацию об этом. Как сказать, урожай встречается, название урожая встречается в этой, в этой, в этой таблице. Название там урожая Катона, да, там Катон встречается здесь, здесь, здесь. Такие данные содержатся тут, тут, тут. То есть, он выдает вам перечень таблиц, где находится эта информация. А вы дальше уже начинаете анализировать, это та информация или нет. То есть, неправильно была может названа табличка, либо еще еще. То есть, это фактически содержит все ваши метаданные. Там, по которым вы можете найти всю информацию, которая необходима вам. На этом все. В плане хранилища и оптимального подхода. Переходим более... Более... Ага. Да. Что же касается Azure. Еще чуть не попало. Что же касается Azure. У Azure это все организовано вот таким вот способом. Первое. У нас есть различные источники данных. Эти источники данных могут быть как структурированы, так и деструктурированы. То есть, там могут быть логи, медиа, какие-то бизнес структурные, какие-то данные с аппликейшеном. И все это будет храниться у нас с вами в определенном месте. Это определенное место называется Azure Data Storage. Azure Data Storage, Azure Data Lake Storage. Это система, которая построена на VHD Face, на Hadoop File System. Она расширяемая. Расширяемая то не могу. Она очень быстрая. Она поддерживает возможность унификации с вашей Active Directory. Если вы используете Azure, соответственно, вы будете использовать Azure Active Directory и Active Directory. Там находится иерархическая файловая структура. То есть, если пользователь попадает туда, он все губо работает как с файлами. То есть, как с файлами, фолдерами. Но мы можем настроить доступ на каждую папку, мы можем настроить доступ на каждое дерево, для каждого пользователя. Соответственно, пользователь будет работать все губо в своей папке, все губо в своей песочнице. И при этом я 100% уверен, что пользователь не достучится к другой папке, если у него нет права. Но в Store это все хорошо. Мы там должны хранить разные RAW данные, наши различные видео, стриминги и все-таки. Но это надо как-то туда закидывать, эти данные надо как-то готовить. Для этого у нас есть такая вещь как Azure Data Factory или Azure Databricks. Azure Data Factory – это фактически Extract Transformation Loading. Но, честно говоря, нельзя его называть Extract Transformation Loading. Точнее, 50-50. В первую часть, которую, если вы используете сугубо облачную технологию и работаете с облаком, у вас источники данных находятся в интернете, даже если они находятся в on-premise, то в этом случае можно называть Azure Data Factory как и Extract Transformation. Azure Databricks – это фактически… это фактически Spark, API Spark. Здесь вы пишете свой код. Вы можете писать на Python, на Scali, на SQL. Этот код запускается на кластерах Spark и вытаскивают то, что вы там запрограммировали, вы можете даже трансформировать. После чего мы можем данные сохранить в Azure Escape Data Warehouse. Но здесь есть такой один нюанс. Azure Escape Data Warehouse – это очень мощная вещь и очень дорогая. Если у вас объем данных будет до одного терабайта, то про Azure Escape Data Warehouse смысла вообще разговаривать нечего. То есть у вас для этого можно использовать Azure DB. Azure DB – это намного дешевле. Это тоже SQL Server, который находится в облаке. И он будет намного дешевле, чем SQL Data Warehouse. И когда вы достигнете уже больше отметки одного терабайта, тогда вы можете переходить уже на Azure SQL Data Warehouse и изменять систему. Почему надо переходить, я расскажу чуть позже. Ну и еще одно дополнение. Недавно была конференция Microsoft, на которой Azure SQL Data Warehouse ушел в небытие. И вместо него теперь есть Azure Synapse. Azure Synapse из себя включает Azure SQL Data Warehouse. Он включает в себя возможность трансформации выгрузки данных. И он включает в себя визуализацию Power BI. И все это находится в Azure Synapse Studio. То есть вы работаете сугубо в Synapse Studio, проектируете свои модели, вы проектируете визуализацию, вы проектируете выгрузку данных вплоть до того, что вы можете проектировать стриминг данных из Azure Synapse Studio. Что касается Modern Data Warehouse. Оу, так, здесь буду показывать, потому что не очень хорошо видно. Теперь у нас Modern Data Warehouse, он может быть нескольких видов. Этот Modern Data Warehouse может быть следующего вида, что первое, когда у нас с вами простые структурированные данные или не структурированные. И второе, это когда у нас есть стриминг данные. Это данные, которые идут в реал тайме. То есть фактически, когда данные идут в реал тайме, нам необходима система, которая бы позволяла собирать данные в реал тайме и сразу же их сохранять либо в Store, в наш Data Lake, либо в Azure Data Warehouse. Для этого мы используем такие вещи, как Azure HD Insight, Kafka, либо можем использовать Azure Databricks, который может работать фактически в режиме стриминга. Но Azure Databricks в режиме стриминга может быть дорогой. Kafka может быть дешевле. То есть, когда вы проектируете архитектуру, когда вы работаете с архитектурой, смотрите на стоимость. В некоторых случаях ваши источники данных для стриминга могут работать намного быстрее с помощью Kafka и легче, потому что уже настроены для работы с Kafka, чем с Azure Databricks, где вам надо написать полностью весь код по стримингу. После чего здесь это точно такая же структура, как была в предыдущей. Здесь просто фактически у нас есть две части. Вот здесь это наше IoT устройство, будем считать, а это бизнес наших данных. Здесь используется Azure Data Factory, которая вытаскивает данные из различных источников. Здесь Kafka, которая вытаскивает данные из IoT устройства, не структурированных данных. После чего здесь мы можем использовать Blob Storage, но лучше использовать Data Land, потому что Blob Storage имеет ограниченный объем размера. Данные как Landed Herrier мы сохраняем здесь, то же самое мы сохраняем с помощью Kafka. Здесь видите, можно использовать Kafka и Azure Databricks вместе, то есть с помощью Azure Databricks запускать Kafka, либо пропускать эту вещь. То есть здесь уже на свое усмотрение. Если вам нужна информация в Realtime, и вы хотите получать эту информацию в Realtime, тогда да, здесь лучше использовать Azure Databricks, который будет источником данных для Power BI. То есть фактически вы можете по Power BI подключиться к Azure Databricks и показать, вытащить и сказать, вот эти данные, и они будут у вас изменяться в Realtime дашборде. Либо сохранять эти данные в Cosmos DB, а потом обрабатывать его в Realtime. Cosmos DB это распределенная база данных, это не хранилище данных, не путайте. То есть если вам нужны Realtime информации, и вы используете Realtime какие-то аппликейшены, которые должны обрабатывать эту информацию, тогда Cosmos DB лучше использовать, чем Azure Scale Data Warehouse, либо Azure DB из-за ограничений по количеству одновременных подключений, одновременных транзакций. После того, как данные мы все куда-то вытащили, трансформировали, мы их либо показываем на Power BI, либо сохраняем в Azure SQL Data Warehouse, а дальше мы используем в облаке либо AllApp систему, либо Power BI сразу. И, соответственно, в этом случае мы получаем очень быстрое и оптимальное хранилище данных, где мы решаем проблемы наших дата-сантистов, мы решаем проблемы нашего бизнеса, мы решаем проблемы нашей корпорации. А теперь, что касается... Я пропущу некоторые вещи и остановлюсь на том, что нам с вами будет очень интересно. То есть Azure Data Warehouse. Это архитектура по хранилищу данных. Почему необходимо использовать Azure Data Warehouse, когда у вас объем данных больше одного терапайта? Потому что Azure Data Warehouse работает, поддерживает MPP, это массив параллели процессов. Все ваши запросы выполняются параллельно. У нас есть контрольная нода, с которой вы делаете запрос. Ну, либо Application какой-то делается запрос. Дальше идет End, который разделяет ваш запрос на вычисляемые ноды. И ваши данные хранятся на Azure Storage. На данный момент это будет Data Lake Storage Generation 2, учитывая, что у нас изменения происходят с Azure Synapse. Раньше это был очень крутой и навороченный Premium Storage, Premium Block Storage. Когда идет запрос, он разделяется... Engine разделяет ваш запрос на части, выполняются эти запросы параллельно. Данные вытаскивают с Azure Storage, дальше Engine содержит информацию и выдает ее вам. Везде вот здесь стоят маленькие SQL сервера, которые выполняют это все параллельно, а контрол нода это все вам соединяет и показывает в этом. Стоимость работы с этой вещью от 1,5$ в час. Все как бы и когда работает ваш Data Workhouse. Его можно выключать. Что это значит? Это значит, что вы можете сделать скрипт, написать, либо зайти на портал Azure и выключить работу Data Workhouse. Во время, когда он выключился, и когда он стоит простаивает, то есть за это деньги не берутся. Берутся деньги только за время работы. То есть, если у вас предприятие работает с 8 до 10 или до 6 часов вечера, и у вас в определенное время есть обновление вашего Data Workhouse, то в промежутках между неработой и простаиванием предприятия, то есть и не закачкой данных, мы можем выключить Data Workhouse и, соответственно, не мучить его и не платить за это деньги. И в некоторых случаях это будет намного дешевле, чем использовать тот же Azure DB. Так, использовать тот же Azure DB, у которого нет такой возможности. Azure DB работает сугубо. Вы платите месячную оплату, и это самая дешевая месячная оплата, это будет где-то примерно 15 долларов в месяц. Но если вы думаете, что 15 долларов в месяц это для хранилища, это как бы легко и просто, это не для хранилища, это для того, чтобы поиграться, взять какую-нибудь систему маленькую. А если вы хотите строить хранилище, то стоимость вашего хранилища будет стартовать от 300-400 долларов в месяц. То есть обслуживание Azure DB и работа с Azure DB. Вот. В чем еще плюс облака, в отличие от on-premise? Это бэкапы. За бэкапы отвечает облако. Вам только надо настроить. В большинстве случаев, то есть как бы здесь и в Azure DB Microsoft SLA 4.9. это соответственно, что, по-моему, два или три раза в год может быть проблем. Но я точно не помню. Там, по-моему, два раза. Если такие проблемы происходят, то Microsoft обязуется вам покрыть эти расходы. Но если вы докажете, конечно. Это уже второй вопрос, как вы будете доказывать. Это раз. Дальше, что я хотел еще сказать про Databricks. Пока у нас есть минут. Несколько минут. Смотрите. Azure Databricks это фактически Apache-кластера, которые работают с большим количеством источников данных, которые позволяют обрабатывать. Эти Apache-кластера поддерживают Scala, Python, поддерживают... По-моему, даже можно на Java писать. То есть, вы пишете обыкновенный код. Вы работаете с ноутбуком, на котором вы написали и обрабатываете эти данные. То есть, большой объект данных вы можете засунуть, обработать и вплоть до того, чтобы просчитать какую-то информацию, добавить новые показатели, новые колонки и все это сохранить ваши хранилищи данные. Здесь у вас, на самом деле, здесь на удивление не очень дорого. Тут такая же ситуация, как и с Data Warehouse. Вы платите только за то время, когда работают ваши кластера. Вам не надо думать, как настраиваться кластера. Вам не надо мучиться, как настраиваться кластера. Ваши кластера... Вы просто кладете кнопками и получаете то, что вам необходимо. Они поднимаются автоматически. То есть, у вас обыкновенный бизнес. И, в конце концов, все-таки кластер это намного быстрее и круче, чем работа ETL-процесса и ETL-стриминга, чем обыкновенный ETL. И, я так думаю, уже 5 минут прошло, да? Да. Я вижу ноль. И, в конце я хочу сказать, что хочу вернуть вас обратно сюда. Обратите внимание на эту вещь. Эти best practices доступны у Microsoft. Если вы хотите более подробную информацию, как строить хранилище данных, вы всегда это можете найти в best practices Microsoft, где это все описано. Очень подробно и очень досконально. Но только вам не скажут, какие могут проблемы возникать. Какие проблемы могут возникать, я думаю, расскажу через год, если меня пригласят сюда. Спасибо большое. Вопросы? Мы можем задать пару вопросов в 10 минут. Спасибо. Такая задачка у нас есть. Корпоративная система Cloud, они отдаются просто на пути JSON. По IP-шке есть на земле свое в SQL, да? Нужно ли JSON трансформировать в эволюционную для последующего анализа? Есть какие-то решения, которые могут это все кушать? Ну, смотрите, Azure Data Factory кушают JSON на раз, два, три, преобразовывают их в обыкновенные данные, которые вам необходимы, по поводу того, что вы можете их сразу сохранить в базу даток. То есть без кодирования? Да. То же самое с Azure Databricks. Вы можете использовать различные пайсонские библиотеки, работать с JSON и преобразовать так, как вам необходимо, вплоть до того, что вы можете провести анализ в JSON в самом Databricks и выдать информацию уже какую-то, которая необходима вам в хранилище либо пользоваться. У меня еще есть, если вы никого не задерживаете. Power BI для какой-то числовой аналитики и подходит ли там финансовый отчет для технических колоночками? Нет. Или он для визуализации? Для визуализации подходит Power BI Repert Service. Это on-premise решение, хотя, вру, Power BI Premium подходит, но он дорогой. Там возможность использования PGNet отчетов, то есть ваших финансовых, которые огромные, есть возможность. Также можно использовать on-premise Power BI, Repert Service, он устанавливается на сервисе и имеет некоторую функциональность самого Power BI и функциональность Repert Service. Если вы знаете, что это Repert Service, то есть… СССРС? Да, да. То есть в таком образом можно, но в принципе не имеет значения, что вы будете использовать, потому что Power BI Repert Service является частью Power BI Premium, и если вы покупаете Premium, получаете его, либо вам нужно покупать Enterprise. Имеет значение, кроме денег, понятно. Да. Вопрос или к цели, или… Да, да, дальше. Окей. А если финансы хотят получать там несколько раз в день актуальной финансы, то есть не real-time, но так, но не раз все-таки все обновлялось? Смотрите, ну, тут такая, этот вопрос такой, может быть, надолго, и, может быть, мы можем начать с вами обсуждать вашу архитектуру, я не знаю, как у вас это все обновляется, где это хранится и как это. То есть, возможность настройки рассылки есть. Возможность обновления Power BI по Schedule тоже есть. То есть, надо понимать, что у вас там дальше. Окей. Спасибо. Поблагодарим нашего докладчика. Большое спасибо. Я прошу вас на эту работу. Спасибо. 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 . Спасибо.